Мы сравнительно мало знаем и, надеюсь, не вполне заслуженно, Цезаря Антоновича Тюи. Один из старейших кучтистов, петербургских композиторов Балатиревского кружка, где самый знаменитый оказался, самый непонятый Модест Петрович Мусоргский, непонятый в том числе и маэстро Тюи. Тюи не понимал его и критиковал не всегда по-доброму, но и Тюи, он много написал. И хороший был оркестровщик, а мелодистом считался таким, что Доргомышский отец основатель. То есть Тюи не понимал, что это Чайковского? А, ну да, бывает, бывает. Чайковского не понимать, да. Со временем порою это так и не приходит, понять Чайковского. Значит, Тюи славился мелодизмом, таким, что Доргомышский просил заканчивать свои оперы Тюи, если он не успевал и собирался умирать, и только после этого инструментовать просил римского короса. Значит, разработал русскую красивую декламацию, то есть такое пение, которое послушаем драматические актеры, не могут отделаться от рисунка мелодии. Невольно его повторяют. Романс «Царско-сельская статуя» на слова Александра Сергеевича Пушкина. Романс «Царско-сельская статуя» на слова Александра Сергеевича Пушкина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу конкретно сказать про тот фонтан, которому это посвящено. Там вода льется без искусственной накачки, она не обязана выбиваться вверх. Известна фраза Екатерины II, почему здесь только один фонтан и именно такой. Не люблю Питер, говорила царица, там воду мучают.